До конца работ всего пара месяцев. Реконструкция поликлиники номер один по плану завершится в мае. Обновленное медучреждение рассчитано на полторы тысячи посещений в смену. Вести прием будут не только терапевты, но и узкие специалисты. Откроется полноценное стоматологическое отделение и стационар одного дня. Важная задача на этот год создание регионального сосудистого центра на базе Одинцовской областной больницы. Это масштабный проект, старт которому дал губернатор Подмосковья. Инфаркты и инсульты главные причины смертей в современном мире. В нашем сосудистом центре будет создана реанимация и стационар. Будут проводиться коронографии и шунтирование. Сосудистый центр каждый день будет спасать человеческие жизни. В 2019 году в системе здравоохранения городского округа было принято много важных решений. Одно из самых главных созданий Одинцовской областной больницы. Начатая реформа будет завершена в этом году. Ее результат появления в муниципалитете многопрофильного медучреждения. Принято решение по катального ремонту нашего хирургического корпуса, по ремонту роддома, по ремонту МАЖА-55 нашего терапевтического корпуса. Соответственно, по ремонту Никольской больницы, которая сейчас находится в ужасном состоянии. Все эти решения были приняты в 2019 году. Сейчас наша задача на этот год их выполнить. Звенигородская больница, амбулаторий в Новом городке и на Армейской улице в Кубинке. Медицинские учреждения округа преображаются. Не менее важны в системе здравоохранения муниципалитета и кадровые вопросы. В прошлом году нам удалось привлечь в нашу команду 38 врачей. 34 медицинских работника были обеспечены служебным жильем. Четверо получили социальную ипотеку. И еще 7 специалистов ожидают включения в аналогичную программу. Еще 18 врачей планируется привлечь на работу в этом году, в том числе с помощью программы «Земский доктор». Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.